Добрый день, дорогие друзья! На самом деле я вот, может быть, 3-4 минуты присутствовала при выступлении Бабура. Это фантастика. С точки зрения артистки он всё умеет. Он так владеет аудиторией, он так умеет, ну, как-то вот действительно свои идеи, свои мысли внедрить в наше сознание. Я вот там за дверью слышала, что у него есть школа для компьютерщиков, и там взрослые тётьки могут прийти. «О, я хотела бы пойти в эту школу!» Сегодня мне предстоит с вами говорить о классической музыке. И знаете, в нашем обществе есть такие некоторые противоречивые суждения о том, что такое классическая музыка. Как бы все понимают, это так красиво, умно, так утончённо. Но, с другой стороны, многие считают, что это совершенно непонятно и трудно. И вот именно потому, что, ну, понятно, что вы не можете не наблюдать такого некоторого подъёма классической музыки в нашем обществе. Там концерты, гастроли об этом пишут. Есть канал «Классика» в Алматы, только в Алматы, во всём Казахстане, только в Алматы. Консерватория такие успехи имеет. А с другой стороны, ну, как бы процент тех, кто наша аудитория, вот именно классической музыки, он очень мал по сравнению со всей аудиторией, которая слушает, которая интересуется музыкой. И именно это потому, что вот считают, что для того, чтобы классическую музыку воспринимать, нужно либо какие-то особые таланты иметь, особые качества, либо иметь долгую такую подготовку по времени для того, чтобы её воспринимать. И вот мне сегодня хочется сделать попытку, ну, как бы опровергнуть некоторые эти предубеждения. Я сегодня хотела сосредоточиться на двух темах. Как правильно слушать классическую музыку и как различать хорошее исполнение от такого поверхностного. У меня есть такой замечательный друг Ермек Шинарбаев. Может быть, вы слышали, он очень знаменитый, участник всех международных кинофестивалей, победитель, у него много картин игровых, документальных. И он мне рассказывал, как он в своё время, в молодости, обучаясь в Москве, и, будучи актёром, а потом режиссёром в ГИКа, приучал себя к концертам классической музыки и конкретно к концертам фортепианной музыки. Вот он приходил в зал и думал, что такое, что за странная обстановка, что они все сидят молчат, куда смотреть, что нужно увидеть, что нужно слышать. Ну, понятно, что это довольно мучительно для него было. И тогда, конечно, со временем какая-то адаптация произошла, и он понял, что он хочет в этом процессе видеть что-то для себя, как режиссёр кино. И тогда для него было. Вот мы с ним много раз обсуждали. Его вообще не интересуют наши фортепианные какие-то прибамбасы, наши достоинства, там, виртуозность, там, фактура, туши, ну, все наши фортепианные дела, техника. А его интересовало время, временное, то есть пространство, ну, произведение искусства, или в данном случае, как он свой фильм строит. Форма произведения. Насколько исполнитель излучает вот этот энергетический импульс, который должна получить аудитория. Самое актуальное. Представитель любой профессии может найти в музыке что-то для себя очень интересное. На самом деле музыка, она резонирует с теми, кто готов, как бы, открываться. Музыка настолько универсальна. Ну, вы знаете, что музыка — это универсальный язык Вселенной. И тогда вот все наши самые лучшие намерения, на них музыка может среагировать. Мы можем во время прослушивания какие-то очень важные свои идеи, в важных идеях укрепиться. Есть разные аспекты. Конечно, когда я готова к этому выступлению, мне сложно было выбрать, о чем говорить, что важное, что неважное. Есть очень такая великая сила музыки в том, чтобы объединять людей в каком-то едином ощущении. Вот у меня где-то два года назад были концерты в Польше, в Германии, потом в Казахстане. И представляете, концерт в Варшаве, он состоялся ровно через 10 дней после этой трагедии, когда рухнул польский самолет вместе с президентом и его командой. Уже в Варшаве я узнала, что среди приглашенных были именно некоторые участники этого полета. В это время так много об этом писали, говорили, весь кадр трагедии в интернете, на телевидении. Вы знаете, я себя поймала на том, что удивительным образом интонации Прокофьева, вообще вся форма произведения, так воспроизводит картину вот этого трагической, этой катастрофы, с такой точностью, как будто бы Прокофьев видел грядущие события, рисуя вот картины истории, природы, каких-то катаклизмов, которые в музыке явно ощущаются. Музыка как бы уносила сознание в какие-то далекие миры. И когда у меня уже продолжились концерты в Казахстане, я позволила себе поделиться этими размышлениями со зрителями. Вы себе не представляете, как зрители слушали вот эту вот музыку. Я не сказала, что в программе было очень сложное и редкое такое произведение Прокофьева, «Четвертая соната». И вот это произведение, после того, как я сделала комментарий, люди слушали так, как будто бы они, и так они мне признавались после концерта, говорят, после ваших комментариев мы увидели очень ясно эту картину, и как сильно было наше впечатление от музыки. То есть вот есть такая способность находить в музыке так сильно ее воспринимать, именно потому что каждый из зрителей смог найти что-то знакомое для себя и очень важное. Музыка невероятно резонирует с нами. То есть никогда не нужно думать, что это что-то отдельное, абстрактное, это что-то несуществующее, оно только для чего-то. Вот в музыке не бывает какого-то единодушия, единомыслия. Я сделала этот вывод из того, что часто вот как ты наблюдаешь за зрителями, когда вот видеозаписи просматриваешь, потому что, находясь на этой сцене, кажется, что да, все люди единодушны в своем одобрении, аплодисментах, восторгах. А наблюдаешь за этими кадрами и видишь, кто-то скучает, кто-то задумался, кому-то вообще не понравилось, кто-то кричит от восторга, у кого-то слезы радости. И вот тогда понимаешь, что какие мы все разные, у нас не может быть единодушия, единомыслия, и в музыке нет ничего такого, что вот какая-то одна идея, которую мы должны все одинаково воспринять. Более того, что одно и то же произведение люди воспринимают абсолютно по-разному в зависимости от изменившихся обстоятельств. Знаете, просто велика сила музыки в том, что как-то очень сильно она может объединять людей с одной стороны какими-то одними идеями, а с другой стороны абсолютно у каждого будет свое какое-то представление. Когда я хочу с вами говорить о том, как слушать, как отличить хорошее исполнение от такого еще начинающего, мне это важно не только в плане, что я буду рассказывать там о самочувствии артистов на сцене, а еще для того, чтобы зрители, они тоже участники этого процесса, они понимали, как происходит этот процесс, как чувствует себя артист на сцене, какие у него побудительные мотивы есть, и что зрители, участвуя в этом процессе вместе с исполнителем, они создают что-то новое. То есть артист не может выступать без зрителей. И вот тогда я вспоминаю своих учеников, которые учу, что когда вы выходите на сцену, вы ни в коем случае не должны думать, а вдруг не понравлюсь, а вдруг забуду текст или слова, а вдруг скандал, а вдруг я не понравлюсь. Знаете, самое страшное. И это удел таких неопытных еще начинающих музыкантов. И в таком случае они выглядят на сцене очень суетливо или испуганно. Некоторые, наоборот, прикрываются и вызывающееся ведут. И это все на самом деле прерывает поток музыки, который должен быть непрерывным. И тогда самое главное, мне кажется, и зритель это должен знать, что музыкант — это человек, который выходит, вообще любой человек искусства, выходит, и он должен как-то подняться своим сознанием над обыденностью. Он должен быть более сильной личностью, чем в обычной жизни. Я всегда учусь, что когда вы выходите, вы должны понимать, вы не просто так сидите. Люди собрались, люди в это наше динамичное и такое напряженное время пришли на концерт. И у вас должно быть такое чувство благодарности, что они все вместе собрались, и сейчас вы для них будете стараться самое прекрасное из музыки, самое величественное, самое вместе со зрителями. То есть не отделять себя. Вот я здесь сижу, артист, а вы все там враждебны. Мы вместе все с аудиторией. И тогда, знаете... Спасибо. И тогда жизненные силы, духовные силы, энергетические силы возрастают многомерно. Потому что почти всегда я так часто повторяю, что играть на инструменте, танцевать, во всех примерах других видах искусств, это не физический процесс, это процесс энергетический, это процесс духовный. Как физические сущности, мы очень ограничены в своих возможностях. Всегда слышно, когда пианист стучит по инструменту, демонстрирует какую-то свою физическую силу, а инструмент этого не требует. То есть когда мы выходим на сцену, у человека должен быть какой-то поток, знаете, из этой области, который на самом деле поднимает его над действительностью. То есть если мы входим в этот поток, если мы по-настоящему погружены в музыку, тогда и восприятие зрителей усиливается. И тогда, знаете, вот то самое состояние вдохновения, когда ты паришь на сцене, когда у тебя неограниченные способности и возможности, ты такой большой властью, в хорошем смысле обладаешь над всем. Вот это вот, может быть, последнюю историю, которую я хотела бы рассказать, потому что она абсолютно такое сильное на меня воздействие имела и, кажется, не забудется. Вообще в жизни каждого из нас есть какие-то моменты, когда мы что-то запоминаем на всю жизнь. Это был концерт в Актюбе, это было открытие дворца студентов в университете в Актюбинском. Ну все так торжественно, шары, все сверкают, леды. Выходит ректор на сцену и подача электричества заканчивается по каким-то причинам. Зал погружается во тьму. Ну и ничего не оставалось организаторам, как подойти ко мне и сказать, Женя, только вы в этой ситуации можете что-то спасти, больше ничего не работает, только ваш звук, возможно, будет услышать. Ну и я, в общем, предполагала там пять минут что-нибудь сыграть, классическое так показаться. А здесь неизвестно, сколько свет не будет гореть. Явно никаких надежд на то, что это включится в ближайшее время. И я приняла решение, что я буду играть казахские песни. Те, которые я знаю в большом количестве, ну и с детства народные песни, современные, 60-х годов, 80-х, 2000-х. Представляете, зал замер, потому что никто не ожидал от классической пианистки такого репертуара. И мгновенно включились эти огоньки сотовых телефонов. Знаете, такая фантастическая картина, когда, ну сказочная картина, никогда я такого не видела. В полной тьме я начала играть, и через несколько минут зал потихонечку, так деликатно запел, потому что мелодии-то знакомые. И знаете, я играла одну за другой мелодией, и люди продолжали аплодировать и петь, и потом в темноте публика потянулась с цветами, с букетами на сцену. И знаете, я в темноте получала эти букеты и кланялась в темноте. Это было фантастически совершенно. Сложилась такая обстановка на сцене, что в зале, не на сцене, а именно в зале, и когда я через некоторое время стала добавлять там шопеновские какие-нибудь штучки, там рахманиного. И знаете, казахи как горячие пирожки, потому что сидела обычная аудитория, не те, которые пришли на концерт в ортопианной музыке, и они поняли, что вот от этого чужого, непонятного инструмента можно услышать какие-то родные, приятные звуки. И в конце было такое единение зала, что только о таком резонансе можно мечтать всю жизнь. Это, конечно, невозможно забыть. Вот это как раз говорит о том, что иногда получается, что под воздействием какого-то одного импульса вдруг зал объединяется в один миг, в одно состояние. После того, как включился свет, все были такие вдохновенные, что-то пережили, что-то особенное, и потом уже мероприятие продолжалось дальше. И вот я хочу сказать, что вот с этим ощущением, когда ты чувствуешь себя единым с залом, с слушателями, со зрителями, с членами жюри, с судьями, здесь может часто сидеть оркестр, со своими родителями, со своими учителями, с суждениями критиков, с душами композиторов, которые нам эту музыку чудесную дарят, тогда ты становишься просто, просто абсолютно гигантским в своих возможностях. И вот это самое сильное, что музыка делает, потому что мы тогда все вместе начинаем понимать, что мы созданы для чего-то более важного, чем в обычной бытовой жизни, и что мы все в этот момент подключаемся к тем самым божественным источникам энергии, к которым мы все и должны быть подключены. Вот. Поэтому я думаю просто, что у нас у всех есть алматинцев, у нас есть все возможности для личностного и такого общественного преображения. Знаете, я с большим удовольствием рассказываю, что радиоклассика — это мечта многолетней консерватории, чтобы в нашем эфире звучала классическая музыка. На волне 102,8 консерваторское радио, пожалуйста, в ваших машинах, приемниках. У нас при школе есть экспериментальная школа искусств, которая учится от пяти до пятидесяти лет. Музыки, то есть те, кто в свое время в молодости не научился или в детском возрасте, они сейчас приходят и там поют, бренчат. Мы как бы воспитываем, знаете, любителей искусства, которые тянутся, потому что в этой школе можно не только музыке, а всем видам искусства научиться. Но мне, конечно, очень интересно сказать про мою авторскую школу, в которой уже больше 17 лет, которой больше, и там целая очередь, чтобы поступить к нам, потому что в этой школе есть некоторые преимущества перед другими. Она большое внимание уделяет художественному и творческому образованию. Ну, уж я не говорю про наших студентов, которые так вдохновлены тем, что алматинская публика следит за их становлением, творчеством, что они потом едут за рубеж в самые крутые залы, самые знаменитые, и там просто с воодушевлением и с таким настоящим качеством энергии представляет казахстанское искусство за рубежом. Высокий уровень казахстанского искусства. Ну и вот этот зал, я сама его строила. В нем есть такая интересная атмосфера для того, чтобы слушать потрясающие концерты, встречаться со знаменитыми музыкантами. Мы здесь организуем множество конкурсов, фестивалей, разных творческих проектов. И у нас уже сформировала своя публика. Я же почти уверена, что вы знаете, сколько среди нас, среди нашего общества по-настоящему продвинутых и личностно, и профессионально. И тогда эти все умные люди, они здесь, в нашем зале, они все присутствуют на концертах, в театрах, ходят в музеи, на выставки, потому что они хотят что-то для дальнейшего своего продвижения, для того, чтобы еще больше удовлетворять свои возрастающие, не только материальные, но и духовные потребности. И мне кажется, что у нас у всех есть шанс стать знаковым центром культуры, который признан на международном уровне. И мне кажется, может быть, я слишком смело скажу, по некоторым позициям это уже такой общепризнанный факт, с чем я вас хочу поздравить. Я так хотела, чтобы рояль здесь оставался, они ставили его, так получилось, рояль в кустах, да? Странно, если они сыграют, но я вам посвящаю седьмой вальшопена в день города, в наш праздник. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Аплодисменты 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 Аплодисменты